Что вы знаете о Хельге? Что вы знаете о Хельге помимо того, что она хотела бы, чтобы вы знали? Во вселенной вымышленных созданий каждый может быть тем, кем захочет, и это замечательно, пусть так и остается. Но когда на канал к обаятельному и излучающему волны чистой сексуальности суккубу заходят для того, чтобы послушать слоны сладкого голоса, а иные и подушить питона, я считаю, что люди заслуживают знать, каково истинное положение вещей, и кто на самом деле стоит за качественно сделанной моделью. Я специально воспользовался возможностью опубликовать это видео на Эвенте Годовщины, чтобы его видело как можно больше людей. Скопипастите куда-нибудь ссылку на него, или ищите его на ютубе по названию Тайна Хельги, потому что как только она увидит его, или оставив на потом будет глядеть его на канале вместе с вами, то осознав какую именно тайну я буду обсуждать, возможно остановит его и удалит ссылку из своего паблика. Тем немногим, кто видел ее вживую, то, о чем я поведаю далее, может показаться нелепым, но не сомневайтесь, мне и вам найдется что сказать, тем более, что то, о чем вы сейчас узнаете, будет похлеще Алины. Так что вы знаете о Хельге? Этой милой девушке, пишущей в своем диске бойче, чем любой пользователь мужского пола. Не замечаю ли чего-то необычного, остающегося загадкой для вас? У меня не будет большого количества доказательств, каждый сам способен сделать выводы, возможно я вообще ошибаюсь в своих, в таком случае мои извинения. Так или иначе не полагайтесь слепо на мои слова, так чекайте лично все то, что я покажу, желательно буквально вместе с течением этого видео. Итак, в один из весенних дней Хельгой было опубликовано фото. Дело не в самом фото, поэтому я замылил его для негодующего по любому поводу ютуба. Дело в дате, запомните ее. А еще взгляните на этот пост под ней. Думаю, согласитесь, смешная шутка, но как часто бывает, люди знающие больше, чем случайные свидетели, могут вкладывать в шутки двойной смысл. Один из слоев, коих понятен лишь им. И это сознание, что остальным невдомек им еще веселее, взглянив же на оставившего этот пост. Что вы знаете о Делоне? Или Делоне? Надеюсь, что Делоне мне всегда казалось, что так. Если нет, мое извинение. Этот человек отличается большим количеством сообщений в чатах на Твиче, а также заметно их смелостью, что однако никому не мешает. По-моему, всем всегда с этого весело. Да и вообще, мне всегда казалось, что за этой маской на самом деле кто-то с вполне благими помыслами и адекватными взглядами, а это всего лишь имидж. Так вот, пишет он много и бойко. Но слышали ли вы когда-нибудь его голос? Он заходил в голосовые каналы в DC, но лично я видел его лишь пишущим, когда он находился в войсе. А знаете ли вы, что вот этот канал в DC Хельби изначально был создан специально для него и даже включал его имя поначалу? Любопытно, отчего столь нестесняющийся бульного общения человек отказывается использовать для этого свой голос? Ну, мало ли что, отложим пока эти детали в память и взглянем на его стену в ВК. Что мы видим? Сама ссылка на фото, конечно же, ничего не значит, кто угодно мог ее сделать. И даже не в сообщении написано над ней дело, нет. Такие шутки вполне обычны. Пока лишь запомните названное имя. Удивляет то, что находится в фото. То же самое имя и... Видите дату? Если только Делан не найден способностью видеть будущее, очень необычно, что он оставил такой пост за два дня до того, как Хельби опубликовала фото. Ну, а потом оставил под ним свою штуку. Шутку. Не думаю, что с обоих аккаунтов всегда сидит один и тот же человек. Все-таки Делан часто бывает у Хельби в чате, и достаточно сложно одномоментно общаться со всеми на канале голосом и много писать в чат. Так что, как минимум, иногда с этого аккаунта пишет кто-то еще. Кто-то, кто знает тайну. Любопытный момент, в 10 субкубе было и такое фото. Но важно оставаться объективным и не уподобляться людям с шапками из фольги. Это, конечно, всего лишь забавное совпадение. Те, кто видел Хельгу вживую, слушают меня сейчас с ухмылкой и сквозь фейлспаум. Навести людей в заблуждение можно по-всякому. Особенно там, где они не ожидают подвоха. Даже в этом видео до настоящего момента не было ни одного слова с буквой «Р» для демонстрации того, насколько легко скрыть даже очевидное. Именно потому его текст так странно звучит. А еще потому, что я заебался искать синонимы. Так вот, видевшие ее, что в первую очередь бросается в глаза? Какая особенность? А знаете ли вы, что при раннем использовании, скажем, с детства, гормоны, предназначенные для того, чтобы изменить облик человека, могут иметь побочные эффекты, ингибируя важные процессы, связанные с изрослением организма? Запланированный же эффект подобных препаратов при современном развитии медицины настолько убедителен, что заподозрить ничего невозможно. Дамы и господа. Господа, идентифицирующие себя как дамы, и дамы, идентифицирующие себя как господа. Надеюсь, мне удалось убедительно продемонстрировать вам, что за образом соблазнительного сладкоголосого суккуба, заставляющего сердца смертных пылать страстью, на самом деле скрывается плюх. А вы что подумали? Просто виновница сегодняшнего торжества писала, что помимо хороших работ, хотела увидеть на конкурс ее кэринж. И я предоставил отборный, забористый кэринж, состряпанный за пару дней больным и без какого-либо расчета на победу. Тем более, что смысл того, что мы присылаем что-то на праздничный конкурс, вовсе не в победе, а в том, чтобы выразить любимому стримеру поддержку и признание его таланта. С годовщиной тебя, наша очаровательная ведьма! Ты не только скрашивала наши вечера, а зачастую и ночи, то жаркими, то уютными стримами, не только удивляла своим творчеством, но и оказала свое волшебное, как свойственное ведьмам, влияние на многих в ютуберском сообществе. Не без помощи твоей мотивации кто-то начал рисовать, кто-то стримить, не говоря уже об энергетике, которую приносишь всюду, куда приходишь. Благодаря тебе этот уголок ютуберского мира стал немного ярче. Так что празднуем! Подписывайтесь на канал, не мое понятное дело о Хельге, оставайтесь лояльными клиентами Хорнишопа, а Хорнишоп, не сомневаясь, продолжит радовать вас качественной продукцией. Продукция Хорни-Лавки не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Побочные эффекты могут включать Хорни-Токсикоз, выверсопястье и терминальную эрекцию. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Во вселенной вымышленных... Тьфу, блять!